В историко-культурном центре состоялась встреча представителей фонда правопорядок «ЩИД» и сотрудников школ Ленинского городского округа. Обсудили вопрос взаимодействия в рамках патриотического воспитания молодежи. Фонд, который объединяет ветеранов вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, вот уже более 20 лет успешно реализует ряд военно-патриотических проектов. Поскольку мы находимся в Москве, у нас до сих пор мы работали с московскими школами. У нас практика была такая, то есть департамент образования оповещал школы, что к вам обратятся из фонда, и каким-то праздником приходили ветераны, рассказывали о войне, не только о войне, а о создании милиции и так далее, и так далее, на патриотический темп. У нас в такой резерве большой есть контингент, ну, небольшой, интересных людей, героев Советского Союза. Но ветеранов войны там уже, к сожалению, совсем почти не осталось. Но афганцы, сотрудники Вымпела, депутаты Верховной нашей Государственной Думы, которые приходят, заслуженные люди, орденоносцы. В этом году фонд начинает работу и со школами Московской области. Ленинский городской округ первый в очереди. Ведь именно с местной муниципальной ветеранской организацией уже подписано соответствующее соглашение. Мы не для галочки работаем, и действительно, наша задача, чтобы у ребят что-то в голове оставалось. Мы можем ответить на, что такое вообще служба, что такое разведка, как это, к чему относится и на каких-то примерах, и даже к жизни массового опыта. Подтолкнуть ребятам к более правильному исполнению и пониманию, как и истории, которые сейчас очень сильно пытаются поиграть, так и к пониманию, соответственно, тех процессов, и особенно выявление правильной информации, даже в интернете читаю. Уроки мужества и другие подобные мероприятия в учебных учреждениях округа проходили всегда. Представители же фонда предлагают вывести тематические встречи на новый уровень, организовывать их таким образом, чтобы старшеклассники имели возможность личного общения с сотрудниками внешней разведки. Проект, безусловно, нужный, потому что люди с опытом, с поколением, тем более достойные представители силовых структур, всегда в школе были. И в современном мире, тем более это очень актуально для молодежи, нужно видеть героев в лицо. В рамках проекта фондом сейчас организована выставка, посвященная столетию внешней разведки, рассказывающая о героях этой службы. Ее также планируется возить по школам, чтобы наглядно знакомить старшеклассников с выдающимися личностями.